спасибо секунду я сейчас начну сергей одного маленького рессона вопроса послушайте начали а там как хотите так друзья время прошло мы с вами на этой лекции присутствуем так значит и небольшой рационный вопрос я не без всяких намеков я просто считаю что нужно быть предусмотрительным с антоном валерьевичем 6 год мы учим вас а мы с ним начали еще раньше у нас еще были вебинары у нас были особые фильмы у них были десятки тысячи сотни тысяч просмотров да антон валерьевич так вот значит сейчас мы берем количеством подключился мой брат причем не просто подключился а за короткое время больше двух тысяч фильмов он моих переделал сделал их нарядными с музыкой с титрами вот огромнейшая работа огромнейший невероятно вот он тоже железов и я продолжаю эту тему следующим образом значит у нас получился хорошая компания великолепно но если однажды как он бывало случалось помните я приводил вигорова сад в качестве примера вот вы думаете он такой сейчас как был при вегаре для нас она сове не взяла побывала в этом саду и честно сказать только мне настроение испортила присылает туда подоград вот это уже не то и вот очень много зависит от последователей самого очередного авторитета российского уровня так вот значит наша команда сплоченная вот у меня помогают я уже сказал брата антон валерьевич сафронов а вдруг ну что может случиться если я не смогу работать кто-то должен уже собран гигантский материал небольшой со всей страны где плодоносят мои мои косточки семечки черенки и саженцы мои моего сына сергея так вот плюс технология новая совершенно новая по всей стране пошел мор я понял чему говорю мор уже не только среди людей я же не успеваю хоронить может быть это только вокруг меня мне кажется это по всей стране а деревья деревья очень плачевном состоянии невероятно отовсюду идут эти груши гибнут абрикосы гибнут персики я уже как я гордился этим самым что у меня мои украинские друзья выдающие садоводы вот как случилось что у них персики начали загибаться прямом смысле слова да что же это творится я все место не нахожу а самое главное я еще держу руку на пульсе и буду рассказывать рассказывать огромное количество увидели сколько фильмов параллельно я не успеваю на вебинарах за три часа еще рассказать и так делим проблему на 2 первое надо продолжать рассылать семена у меня две племянницы одну из них вы видите другую вторую покажу чтобы не перегружать информацию на следующем вебинаре также фотографии вот значит посмотрите вот это начал я с организационных проблем допустим я не смогу рассылать семена а семян у меня самая лучшая коллекция на всей планете я не увеличиваю чуть-чуть маленькая сноска значит добивается выдающего результата например удалось скрестить два сорта пошел в папу допустим он супер морозостойкий прекрасно дыхали пошел маму а мама допустим выдающийся сорт со всей планеты с италии испании голландии с египта в конце концов и замерз как в это устранить устранили уже несколько поколений выращено уже есть уже и морозостойки и сладчайшие еще удалось им еще и прибавить вес вот это уже есть а завтра меня не будет знакомьтесь перед вами мельникова юлия сергеевна так она моя племянница что дальше прибавляем к ней фамилию пусть это уже не будет не официально пусть это будет псевдоним мельникова тиража и тогда поверят и точно так же буду семена покупать сад там и не помрет я много лет ждал когда он погибнет замерзнет казалось бы ни одного полива живой казалось бы ни одного миллиграмма яда живой мало того пережил суровое теплое суровое мокрое засухи дичайше живой понимаете вот значит эти кто будет заниматься юлия сергеевна и вы уже не раз видели ее сестренку дарю я дальше покажу другой раз вот я это хочу чтобы заранее знали погранич у меня на том свете спокойно было хотя я не собираюсь туда буду успеется теперь рационный вопрос другого плана представляете как бывает раз это же плачевно все боднар когда уходил последние чуть-чуть и неприсмертные слова мне были константинович сына перерыли весь интернет нет у меня выдающих садовода я всего двух гениев современных назвал ну ладно трех носит байкалов латинков и боднар я знаю всех я лично знаком я побывал в этих садах я все это чуть-чуть один я наверно знаю почему потому что официальные науки это не интересно но и там где-то пока за их мощными спинами маячит будущее это авторитет из авторитета это лена санусовинич дальше вот которая фазе роста теперь меня нету а то наличие попросил мало ли у вас свои дела послушайте расскажу можно же продолжать у вас знаний ровно столько у меня раз организаторской способности необыкновенно когда-то антон валяки вы приехали ко мне побывали на моем семинаре помните приезжали с москвы из сибири отчете откуда вот их ходил и чего-то там записывал скромный молодой человек и до записывался теперь один из самых авторитетных садоводы вещи так позиции и любители вот но гектар взял сад растет вот и глядишь и заменит меня глядишь будет продолжаться видно а как можно организовать и вот значит с высоты своего начальнического роста это сам антон валярий звонит алексей как говорится фирминал за тобой понятно а потом звонит ну конечно не в таком тоне это я могу так настоять а потом звонит медленного а потом звонит одни надо ехать себе с брянской или макарова это у которого язык подвешен не хуже чем у меня и знание не хочу меня вот я проща поражает что вот такие люди это менее не университетах не преподают как макаров и не выходя со со своего комнаты пусть проводит вебинар на всю страну вот это я вас умоляю организуйте и еще надо кто-то должен потом собирать вот эти данные чтобы уже не мне шли фотографию а кому-то из вас может быть так тому же может оценка очень зря его не упомянул такой же уровень грамотности взять и сделать фактически сшить новые книги и при этом не мне это не заразиться и не не стать абсолютно знающим новое садоводство это павел николай староценко вот видите какой у нас круг еще несколько десятков человек кто-то должен собирать все данные как я собирал сахалин ушала мая у меня этот абрикос 50 грамм вот бывало при огромном урожай даже 30 грамм трое перчик хасанский а у него 200 грамм ну что это такое я каждый раз говорю вольняй чертовой я уже не нужен шутят все значит доклад окончил пожалуйста обратите внимание на моих помощниц иначе никогда у нас садов не будет до успехи огромное в этом году столько у всех зашло и и главное что все кто у кого погибает это не моего и не сергей сергей посадил на нас еще бы такой расточки нет описания потом покажу он допустим у него наглядки тысяча косточек абрикос только все лишь в заходы так густо вообще чудеса творятся со всей страны идут сообщения несколько сотен посылок разосла руками вот этой нашей дамы или сергей будущее вот ее сын сказал и и мой внучок сказал я буду железо вот так вот теперь я все сказал работать будем нет конце концов давайте будем